Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые главы государств и правительств, дамы и господа! В первую очередь, хотел бы выразить признательность президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирамоновичу Мизьёеву за приглашение на саммит ШОС. Несколько месяцев назад у меня состоялся очень успешный государственный визит в Узбекистан, и я рад сегодня вновь находиться на братской земле Узбекистана в древнем прекрасном городе Самарканд. Под руководством моего брата Шавката Мирамоновича Мирзьёева Узбекистан в последние годы прошел путь стремительного развития и успешных реформ. Я хотел бы проинформировать коллег о транзитных и транспортно-логистических возможностях Азербайджана. Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В настоящее время Бакинский международный морской торговый порт имеет грузопропускную способность 15 миллионов тонн в год, которая может быть увеличена до 25 миллионов тонн. За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50%. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 19 тысяч километров, железные дороги длиной 1400 километров. Сегодня Азербайджан после победы во Второй Карабахской войне в 2020 году строит тысячи километров автомобильных и сотни километров железных дорог на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан имеет один из крупнейших в нашем регионе гражданских воздушных грузовых флотов, насчитывающих 18 самолетов. Количество международных аэропортов к концу 2024 года увеличится с сегодняшних 7 до 9. Урегулирование Карабахского конфликта в конце 2020 года создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе. После открытия Зангизурского коридора он еще больше увеличит транспортные возможности стран региона и будет выгоден для всех стран, расположенных вдоль этого маршрута. Азербайджан представил Армении пять основных принципов мирного договора, основанного на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Теперь мы должны начать работу над проектом мирного соглашения без предварительных условий и искусственных задержек. Но, к сожалению, 13 сентября всего года Армения совершила широкомасштабную военную провокацию в районе государственной границы с Азербайджаном. Вооруженные силы Азербайджана решительно пресекли эту провокацию. Эта провокация является огромным ударом по процессу нормализации отношений между двумя странами. Вся ответственность за это лишит на военно-политическом руководстве Армении. Уважаемые коллеги, вызывает беспокойство неэффективность некоторых ведущих международных организаций. В этой связи хотел бы отметить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, требовавшие вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Хотя некоторые резолюции Совета Безопасности выполняются в течение нескольких дней, резолюции, принятые в отношении нашей ситуации, оставались невыполненными в течение 27 лет. Азербайджан сам урегулировал Карабахский конфликт военно-политическим путем и обеспечил выполнение вышеуказанных резолюций Совета Безопасности. С 2019 года Азербайджан председательствует в движении неприсоединений второй международной структуре после ООН, объединяющей 120 стран. Наше председательство было единогласно продлено еще на год до 2023 года, что свидетельствует об уважении и доверии к нашей стране. Азербайджан продолжит осуществлять свою деятельность на основе международного права, справедливости и глобальной безопасности. Спасибо за внимание.